да надежда есть один вопрос недавно пришло осознание что за измены и плохое отношение мужчин ко мне осуждала других людей и женщин мужчин прощала и принимала что это за знак что понять и проработать саму игру где активировали сейчас уже не найти то есть это надо залезать далеко что касается зеркал которые вокруг вас соответственно идет позиция жертвы то есть сценарий игры было прописано что мужчина всегда власть женщина всегда жертва то есть это сценарий игры понятно что среди богов нет таких сценариев понятно что энергия делится пополам на мужскую женскую энергию она даже не называется мужской и женской энергии да она просто называется но есть более мягкая и есть более такая ну как на материализацию который идет они различаются вообще по свойствам качеством эти энергии они потому что они названы так мужская и женская то есть ангел состоит из мужских и женских энергии но это очень условно мужчина и женщина приняли этот сценарий и согласились с него поиграть но когда женщине надоедало играть позицию жертву она начинала проявлять в условиях матриархата нас каждые две тысячи лет идет сумму соида до патриархат матриархат патриархат матриархат то есть таким образом мы двигаемся так вот когда вы рождались последний раз вот условиях матриархата получилось что вы как-то свои свойства и качества вытянули таким образом что перестали себя чувствовать жертвой и захотели побыть на равных но не тут то было то есть сценарий игры не предполагал никакого равенства для того чтобы снова женщину стоило загнать и отобрать нее власть женщине всегда внушалось что она на вторых ролях что ты ничего не знаешь ничего не умеешь у тебя ничего не получается ты по мусульманских странах до сих пор женщина за стол с мужчинами сесть не может потому что это не совсем человек это ну что-то нечто среднее между мебелью и вещью поэтому где-то в какой-то игре у вас блок это похожая ситуация поэтому отношения не складываются потому что нет равного взаимодействия да то есть по человечески на равных только в этой жизни вы уже понимаете что взаимодействовать только на равных можно но это было не всегда поэтому залезаем прошлое ищем жизнь где мужчина превалирует является хозяином или там не знаю или просто каким-то человеком спонсором да который содержит все и всех и вся то есть через него идет материи соответственно женщины которые рядом они чувствуют себя в состоянии жертвы понятно что они зависимы от мужчины целиком и полностью да ну мы вот делали по этому поводу медитации именно мусульманского мира когда ты живешь каком-то кишлоке у тебя следующий колодец через 500 километров то есть ты никуда даже убежать не можешь но мы выходили из этих ситуаций то есть мы пробовали и выходили из состояния жертвы и налаживали таким образом отношения вот с мужчиной то есть когда убежать нельзя ты все-таки начинаешь работать над собой делать что-то над собой и соответственно ты себя вытягиваешь из этой ситуации но мы вытягивали через творчество да то есть активировали определенные способности у женщины и она сама по себе выходила из этого но мы много работаем с мусульманским эгрегором в моей практике много потому что там женщина ну вот играет в игру скажем так в игру жертвы на то есть она меньше хуже менее значимо менее там какая-то то есть на вторых ролях скажем так ну поэтому вам тоже нужно просто проработать эту часть своей игры проработать именно на власти жертву да у нас есть один вопрос целый день чувствую а не менее пальцев на обеих руках мизинец и безымянный а после медитации еще и каналы от пальцев по рукам будто не имеет очень неприятно а не менее это говорит о том что идет отток энергии да то есть эти пальцы у нас обозначают это у нас так куда вот сюда это у нас папа мама это вы это братья сестры это либо партнер либо чужие люди то есть в родовой есть проблемы да которые связаны и с братьями сестрами и разумеется с партнером да или может быть соседями проблемы тогда когда идет вот если тяжесть вниз то она идет как чувство вины а если это не менее не имеет то очень хочется получить какую-то энергию от кого-то ну например я хочу чтобы муж меня любил например да или я хочу чтобы меня родители простили ой братья сестры меня простили да чтобы они ко мне там хорошо относились я хочу чтобы как бы меня уважали ценили видели какая я там вся такая белая пушистая да относились ко мне хорошо уважительно и прочее то есть это желание получить энергию это не ваши мысли они могут идти в родовой то есть не обязательно ваши но вы должны понимать что вы в прошлых жизнях были точно таким же человеком как вот и сейчас ваша родовая да значит запускаете себя в прошлое тело и ощущаете что вы хотите получить назад какую-то энергию вы хотите чтобы вас вот воспринимали как человека ценили как человека но не относились к вам как скотине или как животного да а именно питали к вам какие-то человеческие привязанности какие-то чувства принимали прощали да сочувствовали вам то есть вы хотите каких-то энергий и хотите их получить но только никто не дает там в прошлой жизни вам точно никто энергию не давал ну и здесь нужно просто принять согласиться с тем что не дают энергию хорошо значит каждую энергию я могу получить от своего источника включаете энергию любую на зеркало подскажет какую энергию надо включить например там самодостаточности хорошо садимся загружаемся энергию самодостаточности из источника не надо ни за кем бегать не нужно бегать там за сестрой чтобы она тебя уважала и говори и как бы перестала тебя мстить или там еще как-то да то есть не нужно за другими ходить нужно просто сесть медитацию переделать там все то есть переписать внутри себя и других людей отпустить ну и соответственно когда вы начинаете принимать и соглашаться с тем что да я прошлых жизнях точно так же как этот человек ну или как этот брат слад там кто-то как он хотел от меня энергии или я хотела от кого-то энергии я себя принимаю и соглашаюсь туда я жила в таком костюме здесь просто везде принятие согласия с тем что да вы были в таких костюмах у вас были такие желания но желание бывает разное не только стать владычица морской да желание очень разного человека и хочется да иногда слава почета успеха уважение достоинства чтобы тебя принимали прощали то есть человек иногда ждет много всяких разных энергий в ответ но эти энергии иногда не поступают уху уху